ребятушки с того момента как я повесил сушиться таранку до прошло три или четыре дня где-то так и видим она полностью высохла так в общем там у меня 9 рыбин висит взял самую маленькую чтобы попробовать снять пробу как говорится тараночку буду есть чистоганом без пива без всего остального значит показываю 1 как надо чистить первое оторваем голову оторвал потом вот эти вот плавники снизу я отрываю и боковые тоже 1 2 теперь берем верхний плавник отрываем и он заодно тянет и чешую не вот у нас появилась за что можно цепляться чистим процесс напоминает когда вы а тут заусенцы вас образуются вы тянете и потом пол шкуры себе на всей руке сорвайте тут в принципе тот же самый главное найти место за которое можно вот так вот взяться а потом тянем за него да если рыба была свежая как бы да когда вы ее делали то шкурка вот от мяса отделяется нормально кстати как вы считаете в рыбе это мясо или что это короче интересовался я этим вопросом в общем вообще-то это мясо и и скажем в курице и в свинье и в рыбе это тоже мясо почему-то у нас принято считать что мясо это именно в теплокровных животных то есть там где есть кровь потому что в рыбе как бы там не совсем то ну такое поэтому можно его назвать можно так не мясом а мышечная ткань так будет вообще правильно по-научному да вот если вы идете на рынок как бы вы говорите да там дайте мне свиное мясо куриное рыбьего мяса как бы нет хотя на самом деле это тоже правильно так ну видим да все я зачистил хорошо все отделилась теперь смотрите тоже кушать надо аккуратно но опять же все это зависит от рыбы который вы чистите есть рыба в которой много костей есть который мало так вот отсюда начинаем значит оторвать со стороны головы опять же вот эта нижняя часть тут она с ребрами вот тут кости по-любому будет отложим этот момент сторону а вот этот можно есть тут скорее всего косточек не будет но опять же первый кусочек аккуратно жуем скажем так этого розетку пойдет почти не было теперь берем вот это ребрышки вот эту часть открываем отменная таранка и теперь можно вот эти кости по одному высунуть ну или как получится так так тут косточки маленькие поэтому до большие легко вытянут а вот маленькие как-то более сложно опять кому-то эта часть ребрышки нравится больше всего кто-то наоборот ее терпеть не может мне как бы все равно до рыба вот эта маленькая у меня получилось совсем сухая мне как бы и такая заходит ну наверно если вчера я ее снял мне больше нравилось не люблю прям сильно пересушеную но это все на любителя а есть некоторые которые наоборот любят которые она еще прям берешь она не то что сухая она прям мокрая прям не сухую по моему это вообще опасно ее есть мало ли что там ней может завестись хотя если она хорошо просолена и все будет хорошо так ну вот половину рыбы я стал сейчас за вторую возьмемся о видим как хребетик хорошо пошел и и и и и Да, когда кушаете таранку, обязательно или мыску большую, или газетку постелите. Но прям на кухонном столе это делать не надо. А то будет все в этой рыбе. Как бы запомните самое главное правило. Если вы кушаете рыбу, то этот запах он вкусный и приятный только для вас. Для всех окружающих это наоборот. Вонь невыносимая. Особенно если вы едете где-то в поезде, в купе. Поэтому у своих сокамерников лучше сразу спрашивать, не будут ли они против того, чтобы есть такую пищу. Ну и вообще в таких местах принято, я имею ввиду там купе поезда, самолет, такую кушать пищу без излишних запахов. Но это не касается чебуреков и беляшей. Беляши и чебуреки приветствуются везде. Потому что это наши традиции. Тут против этого не попрешь. Ну и пирожки с горохом. Особенно зимой. Когда на тебе где-то двое, а то и трое штанов, пирожки с горохом, это самое оно. Съел 2-3 штуки и тепло целый день. Так, ну да ладно. Я думаю вы поняли как есть рыбу. В предыдущих видео смотрите как ее готовить. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.